Продолжение следует... На предыдущей нашей встрече стоит ли уделить больше внимания подготовке к ЕГЭ и вы выискались в пользу такого предложения. Сегодня такую страшную тему давайте рассмотрим. Исследование электрических цепей с конденсаторами. Потому что конденсаторов почему-то боятся, хотя вроде как у них ничего страшного нет, хотя подвохи есть. Вот сейчас мы их как раз и увидим. Но давайте вот мы начнем вот с чего. Сегодня такую небольшую преамбу я хотел. Дело в том, что вот вчера мы очень полезно пообщались вот с Анжеликой Васильевной Кошкиной, которая сегодня тоже вот это автор, один из авторов нашего УМК, методист архангельский. И вот мы с ней обсуждали все-таки какова цель. Цель вот сейчас в связи с тем, что изменились критерии ЕГЭ, вот уроки лекции, ну, стали их меньше. Где-то вообще они исчезли. И основное время уделяют решению задач. И вот это очень неэффективная форма обучения решению задач. Это вот кажется парадоксальным, да? Как отказалось бы, чтобы научиться решать задачи, надо решать задачи. Это настолько очевидно, что даже не подвергается сомнению. Но на самом деле результат плачевный. Вот по официальным данным научаются решать задачи. И вот давайте мы, вот, значит, многолетний опыт показывает, что решение задач неэффективный способ обучения решению задачи. Это результат, который вот на сегодня. 95% выпускников, 95% не научаются за 5 лет обучения физики решать задачи. Ну, идет речь о задачах именно. Не там, где подставить формулу надо, а там, где нужно понять, что происходит. И написать системы уравнений, какие-то качественные моменты до этого. А те 5%, которые решают, как показывает практика, они обучены часто не на уроках, а на репетиторских занятиях. А на уроках, может быть, научились из этих 5% один. Вот, понимаете, мы же с вами, естественно, испытатели. Ну, или, по крайней мере, их сторонники и последователи. Да, вот опыт критерий истинный. Вот опыт вот такой вот грустный. Значит, это означает, да, вот те, кстати, 5%, которые решают, большей частью не обучены, а натасканы. То есть, вот немножечко изменили условия задачи, и все, и они плавают. Такие вот, я приводил примеры, когда на ЕГЭ давали задачу, очень похожую на уже хорошо обкатанную, и все. Вот основная причина такого грустного положения с решением задач состоит в том, что традиционная задача, которыми пользуются, в том числе и для обучения решению задач, это, которая, что такое традиционная задача? Это когда есть условия и вопрос поставки, называют иногда закрытыми. Вот мы будем, вот, исследование ситуации, о которых мы будем говорить, это открытые задания. Так вот, традиционная задача с уже поставленным вопросом, она и задумана была как инструмент контроля, а не обучения. Мы вот об этом специально говорили, но, по идее, это настолько въелось, что очень трудно от этого отойти. Вот, чтобы отойти, надо понять, какова педагогическая цель задачи. Вот, даже когда учат решать задачи, да, показывают решение задачи, разбирают вместе задачу, да, детям, целью, явно или неявно, цель – получить правильный ответ. Но это абсурдная цель. Такая цель может быть обоснована только при контроле, то есть на контрольной работе, она так и называется, контрольная, или на экзамене. Потому что правильный ответ никакой ценности не представляет. Он уже известен тому, кто задает задачи. В школьных задачах никаких открытий сделать не удается. Это все уже известно. Поэтому получить... А это установка, которая сидит очень глубоко во всех. Поэтому внимание фокусируется на вопросе, а не на условиях. Вот это уже, так сказать, кровь въелась, причем не только ученикам, но и учителям, а через них уже и ученикам. Вот. К сожалению, получение правильного ответа является часто, как я говорю, целью и при обучении решения задач. Если задачи – это инструмент контроля, то тогда что они проверяют? Вот они проверяют как раз умение исследовать ситуацию, описанную условию. Как вот исследовать? Вот если человек умеет исследовать, он вот нету... Я вот говорил уже об этом, но это настолько мысль, мне кажется, непривиальная, что надо ее... Невозможно. Вот нет умения решать задачи. Вот как отдельного умения. Я приводил такой пример, что... Вот научить решать задачи – это все равно, что научить жарить котлеты по средам. Вот невозможно научить человека жарить котлеты по средам. Вот вы либо его научаете жарить котлеты, он будет любой день недели будет их жарить. А если не научились жарить котлету, он в любой день... То есть человек, который умеет исследовать, он будет решать задачи. Человек, который не умеет исследовать, не будет решать задачи. Решение задачи это побочный эффект умения исследовать. Побочный. А вот как раз исследовать и не учат. И не учат во многом, потому что нет для этого учебных пособий, не разработана методика. Вот мы как раз это, собственно говоря, и делаем сейчас. Значит, надо учить ребят исследовать. Это значит учить их ставить задачи. А для этого надо предложить им объекты исследования и научить исследовательского подхода. Вот что у нас? У нас в нашем ОМК объектами исследования являются ключевые ситуации, ближайшие в основе подавляющего большинства задач. Что такое ключевая ситуация? Это тоже вот... Мы вчера к некоторой ясности с Анжеликой Васильевной пришли. Ключевая ситуация, такое вот определение можно дать. Это физическое явление, в котором наглядно проявляется небольшое число законов физики. Поэтому ключевые ситуации лежали и у истоков открытия законов. И эти ключевые ситуации являются источниками всех школьных задач. Вот эти ключевые ситуации, они хорошо известны. Потому что весь школьный курс можно рассматривать как набор этих ключевых ситуаций. Потому что закономерности... Вот такой знаниевый подход. Давайте заучим закономерности, зазубрим формулировки, а потом будем их применять. Это тупиковый подход. Вот эффективность мы уже говорили. Практически нулевая. Связано это с чем? Связано с тем, что понятия формируются на самом деле не тогда, когда их заучивают, а только, только в процессе их применения. Только в процессе их применения. Все остальное это фикция. Вот. Я уже приводил вам пример с девочкой, которая слезами сдала на самостоятельную учителю листочек чистый. Она, он задал самостоятельно, была так, ну на 5 минут или на 10, там одна задачка на газовые законы. Она говорит, я могу вам сформулировать все газовые законы в любом порядке, как от зубов отскакивает. А применить их она не смогла. Вот. Значит, предлагаемый нами метод, это метод исследования ключевых ситуаций. Икс сокращенно. Теперь возникает вопрос важный. Важный и для учителей, и для учеников, как методический вопрос. Как заинтересовать, дело в том, что поскольку все заточены на получение правильного ответа, на задачу, то надо каким-то образом развернуть правильную сторону. То есть нужно, так сказать, ну дать, так сказать, лекарство в сладкой обладке. Вот. Поэтому можно начинать с задачи, переходя к исследованию ситуации различными способами. Вот мы сегодня рассмотрим два таких способа. Упрощение, описанное в условии ситуации, и усложнение этой ситуации. Вот нас будет интересовать два таких способа. Может, это не единственный. Но вот это, оба способа являются моделями настоящей следовательской деятельности. Потому что, в чем состоит следовательская деятельность? Какое-то сложное явление начинаем упрощать. Упрощать, пока мы не получим модель, которую можно, так сказать, исследовать уже, так сказать, и на опыте, и математическим. Так. Ну и усложнение тоже. Идем от простого к сложному. Вот давайте рассмотрим пример. Вот. Начнем с метода упрощения ситуации. Вот здесь я скопировал условия задачи, которая хорошо, наверное, многим известна. И которая, вот, ее очень мало кто решит. Когда она появилась несколько лет назад, значит, она просто казалась очень, да, страшной. Вот прочитайте, не торопясь условия. Значит, конденсатор С1 заряжен, конденсатор С1 заряжен, С2 не заряжен. В начальный момент, когда разомкнут, ключ разомкнут. Тут стоит диод, тут катушка, вообще страх и ужас. Вот. И вот после замыкания ключа система перешла в новое состояние равновесия, в котором известно, чему стало напряжение на конденсаторе С2. А спрашивается, какова емкость конденсатора С1. В общем, действительно, задача кажется очень сложной. Если искать напрямую ответ на поставленный вопрос, а ведь большинство так и будет. Большинство все внимание уделит вот этому вопросу. Какова емкость конденсатора С1? Отсюда будут пытаться выплатно. Вот этот вариант идти от конца, он, к сожалению, можно так идти, конечно. Ну, можно и из Москвы и Питер ехать через Магадан. В принципе, можно, но надо искать наиболее... Мало того, что эффективный способ. Вот здесь возникает вопрос, какова цель решения задачи. Цель ведь не получить правильный ответ. Когда мы учим, вот когда вы учите ребят решать задачи, то цель какая? Научить их исследовать. То есть задача является просто, а точнее даже не задача, а ситуация, описанная в условиях задачи, является объектом исследования. Это, так сказать, подопытный кролик. Вот все задания, все условия обладают одним и тем же свойством. В них имеется скрытая информация. И ответ на вопрос, поставленный к задаче, это только один из элементов этой информации. Далеко не всегда самый интересный, самый важный, самый лучший. Вот, ну вот давайте, что тут, как быть? Очень все страшно, да? Давайте максимально упрощаем ситуацию. Выбрасываем все, кроме двух конденсаторов. Причем даже возьмем, упростим еще больше, будем считать, что они одинаковые. Один из них заряжен, верхний. Вот ключ, да? Вот первый вопрос. Вот первый вопрос. Давайте мы с вами уже как бы настроились на то, что ведем наши встречи в режиме диалога, да? Вот, пожалуйста, попробуйте ответить на вопрос, я не буду торопить. Вот ключ разомкнут, но тем не менее, левые пластины соединены проводником, да? Почему нижний конденсатор не заряжается от верхнего при разомкнутом ключе? Казалось бы, тут плюс есть, да? Его многое, ему бы разделиться. Вот смотрите, если эти два, две пластины, да? Левые, да? Или обкладки соединены проводником, значит, у них одинаковый потенциал. Да? Вот смотрите, у них одинаковый потенциал, потому что они соединены проводником. Заряды будут равновесие только в том случае, если разность потенциала равна нулю. Почему же тут нет заряда? Кто, вот, давайте. Это очень важно. Вот это, смотрите, я построил вебинар так, чтобы он, вы могли его использовать. И я добавил ответы на все вопросы. Тоже по требованию все той же самой Анжелики Васильевны. Ей же, наверное, бедняжки якаются. Но, действительно, ее очень много заслуги. Вот, спасибо большое. Значит, вот ответы тут даны на все вопросы. Значит, это вот конва, конва урока, который вот вы могли бы сделать. Вот провести. Где, как мне кажется, было бы намного больше пользы, чем если бы вы просто рассказали вот им решение вот той трудной задачи, с которой мы носили. Так, вопрос. Почему нижний конденсатор не заряжается от верхнего при разломкнутом ключе? Кто может, вот, высказать, ну, соображение, вы, оценки с вам никто не ставит. Потому что цепь разомкнута. Да, она разомкнута, но, тем не менее, она наполовину замкнута. Как бы вот левые при переходном процессе, при замыкании идеального ключа, оплатка второго конденсатора зарядится. Какая оплатка? Это правильно. Ключ разомкнут. Да. Ключ, цепь разомкнута. Но соединен же, левые, левые, это пластинки соединены. Минус. Так, 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 так. Правильно, правильно. Игорь, вы, как говорится, тепло. Тепло. Так. Да. Почему? Вот смотрите. Вот здесь, на этом примере, вы можете ребятам объяснить все элементы. А, понятно. Но, тем не менее, вы слишком краткий ответ дали, Игорь. Вот чуть-чуть бы вы развернули его. Значит, как я понимаю, Игорь имеет в виду, что минус, вот плюс-то может сюда прибежать, а минусу некуда отсюда взяться. Вот минус не может, ему некуда взяться. Правильно я вас понял? Ну да, да. Но мы не будем заземлять. Ну вот оставим как есть. Значит, смотрите, все элементы, вообще все объекты, с которыми мы имеем дело в школьных задачах, они все являются идеальными. Вот что такое идеальный интернет, вольтметр, мы хоть немножечко об этом говорим. Но вот катушки, конденсаторы, резисторы, цепи, сами соединительные провода, сопротивлением которых мы принадлежаем, мы предполагаем, что идеальные. Что значит идеальные? Это значит, что вот заряд, вот именно заряд может накапливаться только на конденсаторах, где емкость, емкость, отлично от нуля. На самом деле, у любого элемента есть и емкость какая-то, индуктивность какая-то, маленькая, но есть. И поэтому, конечно, у ключа тоже есть емкость, маленькая, конечно, но есть, но мы считаем, что она равна нулю. Раз она равна нулю, мы считаем, что если, то заряда здесь появиться не может. То есть вот в этой, раз тут не может появиться заряда, то есть закон о сохранении заряда и тут не может проявиться. И поэтому, весь заряд, вот плюс притягивает минус, все, им некуда разбежаться. Давайте так посмотрим, что происходит при замыкании ключа. При замыкании ключа мы будем предполагать, что потерями энергии в следствии извлечения и нагревания можно пренебречь. Никто не возражает против такого предположения. Вот, можем ли мы в этой задаче предположить, что потерями энергии в следствии извлечения и нагревания можно пренебречь. Так, дорогие слушатели, вопрос. Вот это предположение, вот оно естественным кажется. Можно его предположить? У кого-нибудь есть сомнения или нет сомнений? Едем дальше. Это вот все важные вопросы, вот именно те, где вы интерес детей можете, это самое. Так, в идеальном случае, да. Вот давайте посмотрим, что такое у нас происходит в идеальном случае. Значит, вот мы, значит, предполагаем, что можно, что-то получается. Тогда заряд распределится между конденсаторами поровну. А, кстати, почему поровну? Кто может объяснить, почему эти емкости одинаковые? Да, возникнет, да, да. Вот, если емкости одинаковые, то почему заряд распределится поровну? Вот, смотрите, на вот этих простых вопросах, вот качественных, на самом-то деле, понимание формируется. Так, ну, так, одинаковые конденсаторы, правильно. Ну, и что? Это пока что только, как заклинание выглядит. Нет, закон о сохранении заряда тут мало. О, о, Татьяна, вот все правильно. Да, 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 совершенно верно. У нас, вот эти соединенные проводником, у них потенциал одинаковый, левые оплатки, и правые оплатки, теперь соединенные проводником, тоже потенциал одинаковый. Значит, напряжение на конденсаторах одинаковые. А тогда уже, поскольку емкости одинаковые, то заряд одинаковый. А теперь смотрите, Как изменилась энергия электрического поля в конденсаторах? Была такая энергия, правильно, когда только верхний был заряжен? Был заряд Q у него. Q квадрат делить на 2С, правильно? Вот такая была в начале, да? А теперь, смотрите, заряды стали равными Q пополам, да? Поэтому теперь энергия это Q пополам в квадрате делить на 2С у каждого конденсатора. А их два, да? 2 умножить на это, да? Но поскольку тут двоечка в квадрат разводится, то тут 4 в знаменатель появится, правильно? Вот, и вот эта двоечка еще есть. Значит, вот ответ. Q квадрат делить на 4С. То есть, половина энергии пропала. Куда делась половина энергии? Кто может сказать? Вот у нас есть и, значит, чаще сейчас, кто у нас, вот, Игорь, Игорь Белянин, он у нас ТОЯ преподает. Значит, вот он нам сейчас поможет, да? Вот. Куда делать, куда пропала половина энергии? Стоп, стоп, стоп. Куда пропала половина? На перемещение заряда. Ну, если бы она на перемещение заряда, то тогда это нагревание этих самых. Так, мы же считаем, что мы можем пренебречь сопротивлением. Совершается работа только в том случае, если мы не можем пренебречь сопротивлением, да? А мы сказали, что мы можем пренебречь сопротивлением проводящих проводов. Поэтому работа не совершается. На ключ. Что значит на ключ? Ключ – это идеальный ключ, идеальный проводник. Куда делась энергия? Вот смотрите, совершенно. Вот если мы не можем ответить на этот вопрос, дорогие мои. Пластины, ну, что значит держать надо? Они сами держатся. Вот. Значит, мы, ну, два конденсатора там заполнены твердым каким-то диэлектриком, прочные. Ничего с ними не происходит. Вот. Значит, куда пропала? Смотрите, давайте упростим еще ситуацию. Вот если мы видим, что непонятно что-то, не, не, Анжелика Васильевна, давайте так, дорогие мои. Вы, вот тут вот я моих соавторов прошу не это самое. Мы же, я знаю, что вы это знаете. Так, значит, давайте без подсказок. Значит, давайте еще больше, да, еще больше упростим ситуацию. Еще больше. Возьмем один конденсатор. Один. Если мы замыкаем ключ, да, то пропадает вся энергия заряженного конденсатора. Просто вся, да, был заряжен и стал не заряжен, да. Вот куда делась вся энергия? Куда делась вся энергия? Посмотрите, даже не на двух конденсаторах, да. С одним конденсатором ситуация еще более вопиющая. Вся энергия пропала. Куда она пропала? Если мы говорим, что можно пренебречь. Вот давайте рассуждаем логически. И знаете, как в этих вот детективных, кто это, а у Шерлока Холмса, по-моему, я же не помню, или у Пуаро, что если вот нужно отсекать все то, чего точно, так сказать, быть не может. И тогда остается только то, вот и тут надо метод дедукции, совершенно верно, да. Вот смотрите, если мы видим, что пропала, пропала, значит, вывод какой? Вот только это, предположение, что потерями энергии вследствие излучения и нагревания можно пренебречь, некорректно. А всем казалось, что оно корректно. Да, ну, написала, конечно, Анжелика Васильевна, подсказку дала. Да, вот, значит, тут либо, либо нужно вставлять резистор или лампочку, да, либо нужно вставлять катушку. Вот мы и то, и то сделаем, мы и то, и то сделаем, вот это очень, вот ситуация интересная, видите, вот, вот среди слушателей, в основном учителя опытные, видите, но если даже у вас возникают тут затруднения, значит, это действительно ситуация, вот обычно пренебрегают, а вот здесь, оказывается, нельзя. Вот этим-то и интересно эта задача, потому что не все идеализации работают все время. Вот у Ласберга, это, кстати, вот совершенно прекрасный учебник, хоть он и старый, но он остается прекрасным. У него очень хорошо вот рассказано в возведении об идеализации абсолютно, значит, твердого тела. Что такое, значит, мы пренебрегаем деформацией, но мы не пренебрегаем силами, возникающими следствия деформации, силами упругости. То есть, нужно вот каждый раз думать, вот этим наш предмет, конечно, он труден, но этим он и прекрасен. Значит, надо добавить резервуар для энергии. Если мы хотим пользоваться на это самое, спасибо, Игорь, да, ну, я, мне, между прочим, вот уже сказали, что многие вот так просто потом запись, это самое, потому что, ну, репетиторские занятия в это время многие проводят. Ну, что делать, жизнь есть жизнь, и хорошо, что запись есть, мы можем поблагодарить издательство за то, что оно дало это возможность. Значит, нам нужно добавить резервуар для энергии. Это может быть либо резистор, либо катушка, либо и то, и другое. Добавим в этот раз катушку. Что мы получили, кто узнает вот это вот устройство? Мы получили уже знакомый колебательный контур. После замыкания ключа начнутся электромагнитные колебания, да? Благодаря катушке теперь можно считать, что вся энергия остается в системе. То есть теперь предположение о том, что мы можем пренебречь излучением, ну, оно становится более или менее корректным. Конечно, излучение происходит неизбежно, потому что ускоренное движение зарядом. Но мы можем там на протяжении, именно благодаря излучению, это и ценно, да, все радиопередачи за счет того, что это излучение и происходит как раз. Вот. Но мы можем считать, что успевает произойти много колебаний за то время, пока энергия существенно уменьшится. Поэтому вот надо помнить, что мы все время работаем в рамках какой-то модели. Все время. Это вот очень важно. То есть благодаря катушке можно считать, что энергия остается в системе. Тогда вопрос следующий. До каких пор ток будет течь в одном направлении? Вот начал разряжаться, да, ключ замкнули, да, начал разряжаться. Вот он течет по часовой стрелке, да, но электроны бегут в обратно. Ну, нам сейчас за знаком свободного заряда следить не важно, он представится положительный. Значит, ток течет по часовой стрелке. До каких пор он будет течь в одном направлении? До каких пор? Вот напишите, пожалуйста. До каких пор ток будет течь? Так, что значит полпериода? А что значит полпериода? Вот мы еще до перезарядки. До полной перезарядки. Или пока полностью, на половину зарядится. Половина чего, Вера? Вот конденсатор полностью перезарядится, весь плюс перейдет сюда, а минус сюда. Вот, а почему? Это правильно, полностью. А почему? А вот почему? 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 Вот, все вы правильно говорите, да. А теперь, вот вопрос. Есть вот ученик, какой-то пытливый мальчик, да, или девочка. Заряды всех движений, ну и что? А может, они наоборот, они аж туда перекроют, что это самое. Ну, это все, понимаете, вот нам нужно уравнение, да? Нам бы уравнение, из которого бы это все следовало. Я навожу вас на мысли. Откуда следует, что произойдет, что будет течь до тех пор, пока произойдет полная перезарядка. Вот смотрите, мы упростили ситуацию, начали, но даже на, уже казалось бы, максимально упрощенном уровне, сколько вопросов возникает. Как можно надеяться на то, что ребенок поймет просто изложенное ему решение вот этой трудной задачи? Невозможно, он только тупо запомнит может его. Почему? Еще раз, почему? Во, 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 Виктория, вы как всегда нас спасаете. То, что косинусоиды выравнения, это же следствие. Значит, Виктория, вот Виктория, закон сохранения энергии. Конечно. Вот, раз можно пренебречь потерями энергиями излучения и нагревания, пользуемся законом сохранения энергии. Вот он, да? Вот он. Отчуда следует, что когда сила тока станет равной нулю, да, Q квадрат приобретет свое прежнее значение, правильно? То есть он по модулю, он должен восстановиться, верно? Вот откуда следует. Вот смотрите. То есть только потому мы можем утверждать, что произойдет полная перезарядка. А сейчас у нас два конденсатора появятся, да еще разной емкости. И там надо будет уже осознанно думать, до каких же пор ток будет течь в одном направлении. Там, помните, диод у нас есть. Поэтому нам надо вот на этом уровне разобраться. Пока у нас зайцев не так много, потому что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И за тремя вообще можно обалдеть. Значит, давайте вот на самом простом уровне. Пока у нас всего-навсего один конденсатор, одна катушка, да, нету еще диода. Значит, и мы видим, что из закона сохранения энергии следует, что ток будет течь в одном направлении, пока не произойдет полная перезарядка конденсатора. Смотрите, насколько больше пользы для детишек, когда вы вот так строите. И интереснее намного. Вот, пошли дальше. А вот в какой момент сила тока будет максимальна? Вот в какой момент сила тока будет максимальна? Чем этот момент определяется? Вот мы сейчас только что, до каких пор ток будет течь? Ток будет нарастать какое-то время, да, а потом будет убывать, да? Вот. А в какой момент сила тока максимальна? Когда конденсатор разряжен. И это тоже является следствием закона сохранения энергии. Совершенно верно. Вот. Это является тоже, вот, то есть, будет сила тока максимальна, когда заряд конденсатора будет равен нулю. Добавляем диод. Вот. Постепенно, постепенно начинаем грузить на нашу лошадь дополнительный груз, да? Вот. Значит, добавляем диод. Что? Что изменилось? Что изменилось, когда мы добавили диод? Что изменилось? Вот расскажите. Вот мы взяли в колебательный контур, ставили диод. Что изменилось? Перезарядиться и все. Правильно совершенно. Ток будет течь вот только вот так, по часовой стрелочке в данном случае. Вот. Ток будет течь только по часовой стрелке. Произойдет полная перезарядка конденсатора. Мы это уже доказали. И на этом все закончится. Так. Вот. Она произошла и на этом все закончилось. Добавляем второй конденсатор. Теперь уже, обратите внимание, у них разные емкости. Мы их обозначили по-разному С1 и С2. И мы предполагаем, что емкости у них могут быть различны. Так что мы именно этот случай должны разобрать. Вот что тут? Вот добавляем второй. Теперь мы уже, будучи обогащены тем знанием, которое мы приобрели не только знанием, но и даже пониманием ситуации. Вот мы с Анжеликой Васильевной все раз обсуждали, можно ли называть это способом действия. Наверное, это нечто большее, чем способ действия. Вот. Уже, так сказать, мы, некое понимание, понимание, как закономерности проявляются. Чем хороши ситуации? Чем ситуации лучше? Общую емкость мы не умеем еще считать, Виктория. Вот мы не умеем считать емкость последовательного соединения. Тем более, что только что нам казалось, что это параллельное соединение. И вообще, является соединение последовательным или параллельным, да никого не всегда можно определить однозначно. Поэтому, так сказать, я бы не абсолютизировал эти понятия. Значит, до каких пор ток будет течь в одном направлении? Тем, что зарядка. А откуда это следует? До зарядки. Какой зарядки? Вот давайте, можем ли мы сформулировать? Можем ли мы? Нам нужно уравнение написать. Уравнение написать. Значит, до каких пор ток будет течь в одном направлении? Какое условие? Можем ли мы записать это условие? Подождите, вот не знаем мы, Андрей, мы... В школе последовательное параллельное соединение конденсаторов, как часть курса, не изучается. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Так. Так. Одинаково раз... А почему одинаково раз... Вот это? Так. Вот смотрите. Чтобы мы могли понять, что тут происходит, нам нужно опять упростить систему. Вот. Когда ток равен нулю, суммарная энергия конденсатора равна начальной энергии заряженного конденсатора. Правильно? Начальной энергии. И вот на самом деле мы только из этого и можем исходить. Закон сохранения энергии плюс закон сохранения заряда. Все. Это два уравнения, из которых мы можем найти два неизвестных. Q1 и Q2, например. То есть мы можем как хотим, конечно. Вот у нас два уравнения, можем два любых. Вот на самом деле это уже есть решение той задачки, которая была поставлена. Эта схема, вот эта схема отличается от той, которая была в условии, только чисто декоративно. Это та же самая схема. Два конденсатора, диод, катушка и все. Вольше там ничего не было. И вот ответ. Только тут через Q можно выразить через Q. Мы здесь должны использовать закон сохранения энергии и закон сохранения заряда. Про потенциалы ничего сказать не можем. Потому что у нас нет уравнения, которое как-то их связывает. Все. У нас есть закон сохранения энергии, потому что мы предполагаем, что резервуар теперь для... Энергия не пропадала, шла зарядка. И вот у нас два этих уравнения. Можно найти два неизвестных. Какие два неизвестных? Сколько можно задач поставить? Тут какие величины в игре? Q1, Q2, QC1 и C2. Вот у нас пять неизвестных. Значит, вот можно сколько? C из пяти по два. Это сколько? Пять умножить на четыре, разделить на два. Это десять. Можно десятью способами выбрать пару двух неизвестных, которые мы можем... Вот смотрите. Для всех регионов хватит. Правильно? Составляется на восемь часовых поясов. И вот смотрите. Одна эта ситуация. А если мы еще... Можно все переписать для напряжения и для емкостей. Вот это все, что мы писали сейчас, да? Выражаем Q через U соответствующее. U1, U2, я тут... Ну, U начальное, да? И С. Мы можем все... Все вот переписать, пожалуйста. Снова два уравнения. Можно найти два неизвестных. Вот я хотел показать, каким образом мы, упростив задачу и постепенно ее усложняя, подошли, это самое. Нет, заряды будут равны только в том случае. Нет, нет. Вообще заряды. Вот если конденсаторы были бы равны... Вот, кстати, это интересный вопрос. Вот я вам предлагаю... Вот все эти... Вы же эту презентацию можете скачать. Повозитесь с этим. Вот если C1 равно C2, можно все C внизу сократить. И получится Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате равно Q квадрат. А Q1 плюс Q2 равно Q. Вот единственным решением этих, вот, является, что либо Q1 равно 0, либо Q2 равно 0. Что возводите в квадрат это. Тогда будет Q1 в квадрате плюс Q2 в квадрате плюс 2Q1Q2 равно Q квадрат. А тут просто сумма квадрата равна. Значит, произведение Q1Q2 равно 0. В случае, если у конденсаторов емкости одинаковые, тогда произойдет... Тогда с первого конденсатора все перетечет на второй заряд. И первый был заряжен в начале. Вот это вот начальное состояние. А, конечно, весь заряд перейдет на второй. Но это только в том случае, если у них емкости одинаковые. Поэтому, так сказать, заряды не будут равны. Вот, Виктория, у вас интуиция замечательная. Но, так сказать, в данном случае подвела. Заряды не будут равны. Вот. Ну, конденсаторы, да. Ну, мы можем брать так. В общем, смотрите, мы можем дальше продолжить исследование. А в какой момент сила тока максимальна? Вот смотрите. Вот мы уже... В какой момент сила тока максимальна и чему она равна? Чему она равна? Да, да, да. Ну, напоминает, конечно, да. Столковение шаров с... Ну, шаров с одинаковыми массами. Лариса. Столковение шаров с одинаковыми массами. Тогда только обмен скоростями. Так, значит, скажите, пожалуйста, в какой момент... Вот представьте себе, да, в одном году была задна задача, где шла речь о зарядах вот в этой цепи, в другой про напряжение шла речь. А вдруг, бац, на третий год, и вдруг этот год будет этот, 2019-й, эту же самую ситуацию дадут. Но спросят, в какой момент сила тока максимальна и чему она равна? А мы не знаем формулы для последовательного соединения конденсатора. И пользоваться ими как готовыми мы не можем. Вот некоторые предлагали тут. У нас такие вот есть боевые друзья и подруги, которые... Берем формулы для последовательного соединения конденсатора. Нельзя. Нельзя. Уж точно снимут один, а то и два балла. Потому что такой формулы в кодификаторе нету. И поэтому, если что, так ее надо выводить. А неизвестно, что тут проще. Возиться с выводом этой формулы, доказывать потом, что тут она применима. Так. Значит, сообщающиеся сосуды... Ну, сообщающие... Понимаете, всякая аналогия имеет свои пределы. Вот сообщающиеся сосуды, да? Вот смотрите. Берем два мыльных пузыря. Маленький и большой. Соединяем их трубочкой. Да? Один большой, другой маленький. Что будет происходить? Будут выравниваться объемы? Или все перетечет в большой сосуд. В большой пузырь. Вот, кстати, очень хорошая задача. Качественная. Два мыльных пузыря. Маленький и большой. Большой растет. Да, правильно. Это я вот объясняю, что... Вот, к сожалению, тут несправедливость. Богатый богатеет, а бедный еще больше беднее. Да, да, да. Так что, видите, не всегда выравнивание происходит. Не всегда выравнивание происходит. Так. Иногда наоборот. Растет неравенство. Увы, такое бывает. Значит, вот здесь. Как... В какой момент тоже мы не можем любой... Мы не можем пользоваться никакими формулами для последовательного соединения конденсаторов. То есть, как готовыми мы не можем. Вот в какой момент сила тока максимальна. Можем ли мы написать уравнение, из которых... Каким условием выражается. Вот смотрите, для этого надо эту ситуацию снова упростить. Убрать на время катушку. Убрать на время катушку. Вспомните, у нас тогда сила тока когда была максимальна? Она была максимальна тогда, когда конденсатор разрядился. То есть, когда потенциалы пластин стали одинаковыми. Да? Да? Поэтому давайте уберем на время катушку. Вот мы снова вернулись к этой ситуации. Да? Вот. После замыкания ключа у нас тут нельзя пользоваться законом сохранения энергии. Но мы можем здесь пользоваться законом сохранения заряда. И действительно, ток будет течь до тех пор, пока потенциалы... Ну, напряжение на пластинах, напряжение на конденсаторах не станут равным. Потому что разность потенциалов между левыми пластинами равна нулю. И разность потенциала между правыми равна нулю. То есть, напряжение на конденсаторах должны стать равными. Правильно? То есть, О1 должно стать равным У2. То есть, К1 делить на С1 должно быть равно К2 делить на С2. И вот второе уравнение. Вот где потенциалы напряжения равны. Вот совсем в другом случае. Это тот момент. Не тот момент, когда у нас вот все протекло и дальше не течет. А именно, так сказать, на пике, на максимум тока потенциалы равны. И снова мы получили два уравнения с двумя неизвестными. Для К1 и К2. И снова вот. И все. Если мы... При наличии катушки, именно в этот момент, когда потенциалы, когда напряжения станут равны, сила тока будет максимальной. Ну, это значит, что из закона сохранения энергии пишем. Вот у нас тогда теперь... Это одно уравнение, второе уравнение. Раз вернули катушку. То есть, для катушки можем... Вот у нас мы получили три уравнения, да? Вот смотрите. Три уравнения, с которых можно узнать три увеличения. Например, К1, К2 и Емак. Но можно и любые другие три. Да? Вот смотрите. Вот мы чуть... На самом деле мы даже не усложняли ситуацию. Мы просто задали новый вопрос дополнительный по этой же самой ситуации. И тут надо было чисто качественно сообразить, что сила тока максимальна в тот момент, когда напряжение на конденсаторах равным. Так. Ну, если здесь все понятно, давайте... Уже есть, да? Вот. Но этого я не знал. Кстати говоря, спасибо, Виктория, что вы напомнили это. Вот. Но с другой стороны, видите, тогда надо выводить. Вот эти формулы есть. Кстати говоря, это некоторая такая непоследовательность в последовательном соединении параллельно. Потому что эти формулы в кодификаторе есть. Хотя я действительно упустил это из виду. А вот ни в одной программе и официальной, и во всех этих не было формул для вывода. Хотя они не так уж сложно выводятся. Но мы обошлись без них. Так. Пошли дальше. Спасибо, Виктория, за уточнение это. Но это означает, кстати, что раз эти формулы есть для последовательного параллельного соединения, значит, надо обязательно с ребятами разобрать задачки на то, чтобы эти формулы, они несложно выводятся, но все-таки выводились. Так. Если здесь все понятно, вот, значит, так, ну, я не очень все понял, Игорь, вы тут намного больше специалист семья, поэтому я просто принимаю. Вам благодарен за благодарность, но мне надо вникнуть, что о чем вы. Сейчас, к сожалению, нам надо двигаться. Так. Пошли теперь. Значит, вопросы в вопросах. Вопросы в вопросах. Можно ли после полной зарядки конденсатор принять за батарейку? Ну, сейчас у нас будет батарейка. Полярные, неполярные конденсаторы, это еще я бы даже не, я даже не знаю, что такое полярные, неполярные конденсаторы. Вот. Вот в графиках, да, так. Замечательный ответ, какой замечательный. 19. Так, ну, это не к нашему. Так, идем дальше. Значит, если тут все понятно, давайте теперь рассмотрим усложнение ситуации. До сих пор мы использовали метод упрощения ситуации, да. Мы взяли трудную задачу, очень даже такую на вид страшную, и, значит, взяли и начали упрощать. И это на самом деле, это не искусственный прием, это основной прием при исследовании. Я много лет занимался научными исследованиями. Это основной прием, это упрощение, построение максимально простой модели, в которой можно, ну, как можно дальше продвинуться, чтобы понять, что тут происходит. Так, пошли дальше. Вот, давайте теперь возьмем, вот проще некуда, да. Вот у нас источник тока, в котором характеризуются ЭДС и внутреннее сопротивление, и конденсатор, и ключик. Все, больше ничего нет. Да. Вот. Источник тока, ключик, что произойдет после замыкания ключа? Что произойдет после замыкания ключа? Что произойдет после замыкания ключа? Вот, к вам сегодня все очень активно себя ведут. Конденсатор зарядится, да, а ничего не будет интересного, Виктория. Какие-нибудь удивительные вещи произойдут или нет? Вот, ждет ли нас вот здесь какие-то, ну, какие-то называют точки удивления? Вот, точками удивления вот надо очень дорожить, очень дорожить, потому что на самом деле человек, вот, эмоциональная окраска чрезвычайно важна при обучении. Человек запоминает то, где, если он чему-то удивился, его что-то поразило, вот, после полного зря это только прекратится, да, и что, ничего тут не будет такого удивительного. А смотрите, я же вас готовил к тому, что удивительное рядом. Вот, и опять никто его не видит, никто не видит ничего. Так, ладненько, вперед. Будут справедливые следующие соотношения, да, какие, давайте подумаем. Значит, напряжение на конденсаторе будет равно ЭДС, никто не сомневается, да, значит, энергия конденсатора, которая равна Су квадрат пополам, поскольку У равно ЭДС, равно С, ну, Е я буду называть, ну, или ЭДС, я не помню, ЭДС в квадрате пополам, а работа сторонних сил. Вот, кто знает, чего равна работа сторонних сил? Какое, это самое, формулы не можем написать в чате, ну, хотя бы можно буковками, вообще, это правильно, Виктория, вот, к сожалению, формулы в чате, ну, можно написать, какую формулу, для того-то, для того-то, возможно, так, учесть какой-то закон, например. Вот, значит, посмотрите, да, работа сторонних сил, вот эту формулу, вот, забывают многие, хотя, на самом деле, она определяется, почему ЭДС определяет, это вот эта формула, вот, вот, то, что я сейчас обвожу, это есть определение, ЭДС, это отношение работы сторонних сил к заряду, прошедшему по цепи, так, значит, вот это, значит, работа сторонних сил, Q, умножаем на ЭДС, а Q, чему у нас равно Q, это как раз заряд конденсатора, будет, да, это СУ, смотрите, работа сторонних сил, С ЭДС в квадрате, да, а заряд конденсатора, ровно половина, да, вот, опять половина энергии пропала, опять половина, то есть, опять, говорить о том, что мы можем в этой ситуации, а так и хочется сказать, правда, и все, то есть, это напоминает, предыдущая ситуация, да, опять у нас половина энергии пропала, в кавычках, конечно, вот, значит, это означает, что, вот, предположение, что можно пренебречь потерями энергии на нагревание и излучение, некорректно, нужен резервуар для энергии, но тут удобнее лампочку использовать, она одновременно будет служить наглядным индикатором тока, хотя в данном случае, кстати, вот, поскольку есть внутреннее сопротивление, у источника тока, то он сам является резервуаром для энергии, мы сейчас, кстати, это увидим, что он у нас не только разряжаться может, но и заряжаться, вот сейчас очень интересно будет, добавим лампочку, вот, добавим лампочку, тогда у нас, пишем те же самые соотношения, в лампе и источнике, не в одной лампе, а в лампе и источнике вместе, выделится вот такое количество теплоты, то есть оно равно разности между работой сторонних сил, и энергии заряженного конденсатора, так, мы продолжаем детектив наш, так, развиваем ситуацию, и вот это надо и предоставлять в виде детектива на уроке, понимаете, вот мы расследование, вот это и есть расследование, между прочим, ученые, по этой причине, часто любят детективы, причем хорошие ученые, настоящие, казалось бы, это самое, например, вот, Нильс Бор, Вестерна очень любил, как ни парадоксально, гениальный человек, казалось бы, был, вот, у него целая теория была, почему преступник, вы, так сказать, чаще побеждает, чем честный человек, прям, это самое, потому что он стреляет, не задумываясь, а честного человека, хорошего, останавливает совесть, в общем, он это самое, и об эту сторону тоже думал, значит, развиваем ситуацию, вот смотрите, после, физическим фрелоком Холмсом, ну, спасибо, я, честно говоря, очень люблю, Канан Дуэлли, Шерлока Холмса, просто вот, и, в каком-то смысле, у меня даже статьи были, пока еще была, пока вот это вот журнал, физика, первое сентября, вот, я там даже, у меня была статья, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, готовятся к ЕГЭ по физике, вот, и, вот там, значит, они разбирали вместе ситуацию, именно с помощью детективного расследования, Холмс время от времени говорил, что это элементарно, Ватсон объяснял там, что происходит, вот, это на самом деле, да, причем, детективы, они, ну, видите, не обязательно преступление должно быть, на самом деле, должна быть какая-то загадка, вот, непонятная, вот, есть, есть, у той же Агаты Кристи, например, есть рассказы, где преступления нет, а вот набор загадочных событий, которые, так сказать, объяснение потом находит в конце, есть вообще ряд таких писателей, которые, это самое, так, кстати, это не обязательно детективы, вот, о Генри, прекрасный совершенно, новеллист, американский, который, кстати, большую часть своих новелл написал, сидя в тюрьме, вот, и, вот у него, прекрасный, неожиданным концом, неожиданным концом, тоже своего рода детектив, вот, это тоже исследование, ну, расследование там называют, но на самом деле тоже детективные, кстати говоря, дедуктивный метод, вот, вы знаете, вот, кстати говоря, о дедукции, забывают об индукции, вот давайте, у нас, так сказать, воспользуемся тем, что у нас время еще есть, вот, скажите, пожалуйста, вот это то, что мы сейчас с вами, вот, в основном используем дедукцию, да, а вот используем ли мы когда-нибудь, при преподавании, вот физики, да, используем ли мы когда-нибудь индукцию, если используем, то когда, это очень важный вопрос, очень важный, вот для построения правильной методики, вот, Анжелика Васильевна, вы нас вот слушаете, а вы, вот, в моих глазах методист номер один, вот, скажите, пожалуйста, используем ли мы когда-нибудь индукцию, дедукцию, да, вот при решении задач, большей части мы используем дедукцию, а индукцию тогда, вот, или мы вообще никогда не используем индукцию, используем только дедукцию, вы знаете, дело в том, что я, честно вам признаюсь, долгое время не понимал, вообще, что это такое, чем они отличаются, что такое дедукция, во, во, вот, закон, вот, вот, Виктория, я могу вам только похлопать, совершенно верно, да, 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 нет, не только, мы на самом деле все время используем, то электромагнитная индукция, она в другом смысле индукция, любовь, это просто слово то же самое, а я сейчас говорю об индукции, как способе мышления, вот способы мышления, есть дедуктивный и индуктивный, дедуктивный, это когда мы, да, но я имел ввиду не электромагнитную индукцию, а индукцию, как способ рассуждения, или вот, значит, это вы, да, ну, это общие слова, от общего к частному, от частного к общему, ну, понимаете, вот когда так говорим, я знал эти определения, но я не понимал, что это такое, Дмитрий, не только закон о том, а все законы, вот смотрите, все, абсолютно все законы природы, не только, все законы природы, вот послушайте, все законы природы, все законы природы, выведены посредством индукции, с помощью опыта, никакой опыт не может подтвердить гипотезу, опыт подтвердить гипотезу не может, хотя мы это говорим, это же в учебниках пишем, но на самом деле, опыт может только опровергнуть гипотезу, потому что, любая гипотеза, она подразумевает бесконечное число частных случаев, бесконечное число частных случаев, да, мы же не можем закон Ома проверить абсолютно в тех точках в континууме, не можем, правильно, и кстати, все открытия были сделаны именно, потому что какая-то гипотеза ставилась под сомнение, какой-то опыт опровергал, именно, вот, то есть, на самом деле, и вот это, между прочим, дополнение, которое Эйнштейн сделал к методу Галилея, мы как бы, вот он замкнул метод Галилея, и я, вот, благодарен, был такой, к сожалению, уже в прошлом времени, академик Разумовский, который, вот, нашел в трудах или письмах Эйнштейна, вот это вот утверждение, которое замыкает, вот этот, мы говорим, научный метод, да, научный метод, мы говорим, гипотеза, да, возникает, потом, эта гипотеза проверяется на опыте, да, вот мы говорим, что потом ученый ставит опыт для подтверждения гипотезы, и вот, Эйнштейн сформулировал, что на самом деле, интуиция включается дважды, один раз она включается при формулировании гипотезы, а второй раз она включается, когда ученый делает вывод о том, что опыт подтверждает в кавычках, подтверждает гипотезу, потому что, на самом деле, никогда гипотезу подтвердить опыт не может, поэтому любое, любая формулировка закона, любая, от закона Ома до утверждения теории относительности, всех квантов, любая, абсолютно, это есть индуктивное утверждение, индуктивное, дальше, то есть, все открытия, все абсолютно, все открытия законов природы являются примерами индуктивного рассуждения, а дедуктивное рассуждение, когда мы используем эти законы природы, как уже известные, для, так сказать, изучения каких-то ситуаций, и мы выводим соотношение справедливое для каких-то данных ситуаций, вот как мы сегодня это, то есть, при решении задач, мы большей частью используем, конечно, дедуктивные соображения, но при открытии, а мы должны обязательно этим ребятами заниматься, мы должны, чтобы они открывали законы, вот об этом Альбина Александровна рассказывала, может еще будет рассказывать, это ее конек, чтобы лабораторные работы проводились не после изучения темы, а чтобы детки делали фронтальные работы во время изучения темы, и такие законы, как закон ГУКа, да, или, например, закон Архимеда, чтобы они открывали, чтобы они формулировали гипотезы, чтобы они дальше проверяли, ли их на опыте, потому что, конечно, неинтересно, если уже мы все изучили, заучили, и это самое лабораторное, только для подтверждения того, что мы уже знаем, конечно, у нормального ребенка это интереса вызвать не может. Так, ну, мы идем дальше. Кстати говоря, вот примерно по такому же поводу, чтобы Игорю Николаевичу не было обидно, потому что я упомянул, вот, Анжелику Васильевну прямо сегодня расхвалил, и Альбину Александровну, вот, Игорь Николаевич, вот будет он, вот один из следующих вебинаров, вот у него проектная деятельность, она вся построена по методу именно открытий, и, так сказать, исследования, тоже как модели настоящих исследований, вот чем они, во-первых, они доступны практически всем, во-вторых, в них четко прослеживается именно настоящий исследовательский подход, потому что этому мы должны детей учить. Вот, мы обсуждали, вот, Анжеликой Васильевной вчера, какой результат исследования ключевой ситуации, какой результат исследования ключевой ситуации. Значит, не, не, время как раз, вот, Виктория, вы не правы, потому что исследование одной ситуации эквивалентно постановке и решению десятков задач, десятков, вот за один урок можно разобрать одну, а то и две максимум, если задачи сложные, все, но вы и одну ситуацию можете разобрать, из которой десятки задач следует, то есть, на самом деле, исследование ключевых ситуаций экономит время, экономит, а не, это самое, так вот, есть вот ситуация, да, вот мы исследуем, и вот мы задаемся целью, вопросом, каков, каков результат, вот мы исследовали, исследовали, да, может должны ставить, какой педагогический результат, мы же обучаем детей, правильно, мы должны думать о том, какой педагогический результат, да, значит, есть объективный результат, то есть, ученик получает закономерности, справедливые, для данной ситуации, то есть, как бы, ну, основные уравнения, которые ее описывают, после того, как он качественное исследование провел, да, и используя эти уравнения, он может ставить новые задачи. Это как бы такой, но очень важен, еще даже важнее, это субъективный результат, что изменилось в самом ученике. На самом деле наша работа – это изменение ученика, направленное изменение ученика, его развитие. Вот когда говорят термин «развивающее обучение», на самом деле мало кто понимает, что за этими словами стоит, потому что оно вообще такое провокационное название. Получается, что то вот обучение развивающее, а все остальное неразвивающее. И значит, надо всех детей отдавать только на развивающее обучение, потому что все остальное, раз то развивающее, значит это все неразвивающее. Но на самом деле, конечно, любое обучение развивается, надо понять откуда термин этот появился. Давайте у нас так много лирических отступлений сегодня было, Мы, может, их продолжим на последующих наших встречах. А сейчас давайте вот мы, смотрите, вот вернемся к нашей ситуации. Вот у нас был, мы видели, что у нас половина энергии пропала, но чтобы она не потерялась вообще никуда, не излучилась. Мы взяли лампочку, выделилась она в лампочке и выскользилась. Теперь давайте вот, после замыкания ключа уменьшают расстояние между вкладками конденсатора. Вопрос, вспыхнет ли лампа? Вспыхнет ли лампа? К вам вопрос. Если мы уменьшаем, уменьшаем расстояние между вкладками конденсатора, вспыхнет ли лампа? Да или нет? Так, вспыхнет ли лампа, если мы начали уменьшать? Да, ну будем считать, что лампочка чувствительная, очень вспыхнет. Правильно, вспыхнет. А почему она вспыхнет? Давайте теперь подумаем. Пойдет ток, какой ток? Да, емкость конденсатора увеличится, поэтому при той же разности потенциалов, его заряд увеличится, да, раз мы сблизили, да, совершенно. Значит, через лампу пройдет заряд, увеличивающий заряд, пройдет ток, через лампу пройдет, вот как этот ток будет направлен, если плюс у нас слева здесь, то этот ток будет направлен против часовой стрелки, да? А вот такой вот я задаю страшный вопрос. Какой при этом знак работы сторонних сил в источнике тока? Положительный или отрицательный? Знак работы сторонних сил положительный или отрицательный? То есть у нас энергия источника тока, которая там запасена, правильно, в нем? Она увеличится или уменьшится? Так, вот, так, кто пишет отрицательный, кто положительный? Ну, очень хорошо, поровну разделились, смотрите, кто положительный? Ой, как хорошо! Полная у нас равновесие, да? Половина считает, что положительная. Давайте мы, давайте внимательнее к этому. Ток будет идти, смотрите, ток во внешней цепи идет от плюса к минусу, правильно? Когда емкость конденсатора увеличивается, заряд увеличивается, тут у нас плюсик, да, как раз, и у нас ток идет так, как он обычно и идет, правильно? Так, как он обычно и идет, от плюса к минусу. Нет, во внешней цепи, во внешней цепи, история, не издевайте нас. Ток во внешней, мы следим за током во внешней цепи. Ток идет от плюса к минусу, а когда ток идет от плюса к минусу во внешней цепи, у нас работа сторонних сил положительная. Это обычный режим работы источника тока. Ну, как вы догадались, я ж не зря вам с этим головой морочил, да? А теперь давайте, когда после замыкания ключа увеличивают расстояние международных конденсаторов, что происходит? Вспыхнет ли лампа? Вспыхнет ли лампа и каким будет направление тока? Вспыхнет ли лампа? Да, не вспыхнет. Вот, Тамара считает, что не вспыхнет. Все согласны, что если мы будем увеличивать, вот, Виктория, что такое плюс? Да, да, это что? Вспыхнет или не вспыхнет? Напишите, вспыхнет или не вспыхнет? Одно слово. Вспыхнет, очень хорошо, молодец. Так, вспыхнет, так. А почему вспыхнет? Давайте подумаем, почему вспыхнет. Вемок конденсатор уменьшится, заряд уменьшится, значит, через лампу пройдет ток, уменьшающий заряд конденсатора. Чтобы заряд конденсатора уменьшился, правда, через лампочку должен пройти ток, ну, ток частичной разрядки, да? Ток частичной разрядки, Ирина Анатольевна. В данном случае, это ток конденсатора разрядится немножко, его емкость уменьшится, заряд уменьшится, значит, он немножко разрядится, да? Вот. Значит, вот теперь этот ток будет направлен по часовой стрелке. Обратите внимание, во внешней цепи ток идет от минуса источника к плюсу. Смотрите, какая интересная ситуация, да? Смотрите, а нас еще дальше будет развиваться, сегодня мы все полтора часа, может быть, за нем, который у нас. Вот. Каков в этом случае будет знак работы сторонних сил? Каков будет знак работы сторонних сил? Положительный или отрицательный? Так, отрицательный. Так, а кто-то считает, что положительный? Так, о, сегодня минус так. Ну все, потише единогласно. Так, ток во внешней цепи шел от минуса к плюсу, правильно? То есть, у нас работа сторонних сил отрицательная, энергия источника тока увеличивается, он работает в режиме зарядки аккумулятора, да? То есть, мы как бы его заряжали. Будем считать, что это аккумулятор, который может разряжаться и заряжаться, источник тока. И мы, вот, раздвигая пластины конденсатора, мы увеличивали емкость, энергию этого аккумулятора. Тогда я задаю такой вопрос. Смотрите, а как тогда это объяснить? Смотрите, выделялась энергия в лампе, все согласились с тем, что лампа вспыхнула. И все проголосовали за то, что энергия, что работа сторонних сил отрицательна. То есть, лампа вспыхнула, да еще энергия источника тока увеличилась. А откуда взялась эта энергия? Откуда эта энергия взялась? Ну, раньше было понятно. У нас работа сторонних сил была положительна, и лампочка вспыхнула, был плюс и минус. А что значит из конденсатора? Что значит из конденсатора? Вообще, в каком-то смысле, да, из конденсатора. Но мы, вот, когда мы увеличивали, да, 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 разрядился, это верно. Но какой процесс? Вот мы, когда увеличивали, вот, совершенно верно, да, 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 да. Обе вы правы, и Виктория, и Мария. То есть, конечно, конденсатор разрядился, но мы должны были создать эти условия. Он же не, сами по себе пластины не раздвинутся, правильно? Потому что они притягиваются друг к другу, да? Значит, на самом деле, когда мы увеличивали расстояние между заплатами и конденсатором, мы должны были, мы должны были совершить работу, правда? Мы должны были, ну, увеличить тягивающимися обкладками, то есть, совершить положительную работу. Внешние силы. Да. Кстати, тут можно дальше это развить. Можно вместо того, чтобы менять расстояние между обкладками, можно вдвигать и убирать пластину диэлектрическую, вдвигать в конденсатор и вынимать из конденсатора. И отчеток, кстати, будет видно, что когда мы вдвигаем пластину из диэлектрика внутрь конденсатора, она будет втягиваться туда, а когда мы ее вытаскиваем, она тоже будет туда, нам придется совершать положительную работу, вытаскивая. Вот. Вот такая вот идея. Ну, а мы движемся дальше, да? Вот. То есть, мы совершили положительную работу. Развиваем ситуацию дальше. Вот. Вот смотрите. Вот у нас, вот, вот, то, что у нас было. Вот левая часть, то, что у нас было. Ключик, да? Вот, помните? Вот ЭДС, конденсатор и лампочка наша, да? Мы еще прицепили. Прицепили сбоку. Вот такие задачи были в ЕГЭ уже. Вот это уже задача, которая была в ЕГЭ. Ну, это самое. Значит, вот какие вопросы можно поставить? Вот какие вопросы? Есть два ключа. Есть два ключа. Вот, Анжелика Васильевна, что постоянный? А, а тут вообще есть источник тока. Подождите, есть источник тока постоянного, да. Источник постоянного тока, да. Ну, нарисован же он этот положительный, длинный и короткий линия. Так. Значит, можно, да. Вот давайте. Что произойдет, ну, при замыкании ключа К1? Это мы уже знаем, да. В лампе и источнике выделится количество теплоты. Мы уже знаем, какое, да. Стоя квадрат пополам. А вот скажите, пожалуйста, что произойдет после, при последовании, вот мы замкнули ключ 1, а после этого замкнули ключ К2. Вот что при этом? Вот на качественном уровне. Смотрите, вот мы даже никаких формул пока не пишем, да. Мы начнем их писать, вот сейчас, когда мы поймем. Вот замкнули ключ К2. Вот что произойдет? Вот кто может написать? Что произойдет? Тут даже формула не нужна. Что произойдет при замыкании, ну, скажем так, заряд конденсатора. Нет, К1 остается замкнутым. К1. Вот мы, я написал, при последующем замыкании, вот К1 замкнули, а потом замыкаем так. И что будет идти? Заряд конденсатора изменится или не изменится? Заряд конденсатора изменится или не изменится, когда мы ключ К2 замкнули? Часть тока уйдет на резистор. Что значит, часть тока уйдет? Подождите, вы как специалист по электронике, что значит, часть тока? Часть заряда может уйти? Какая часть тока может уйти? Если его вообще и не было. Подождите, мы сначала замкнули ключ К1, конденсатор зарядился. К1 остается замкнутым. И после этого мы замыкаем ключ К2. Что изменится? Киргофа мы в школе не знаем. Заряд, какой заряд разделился? Куда? Куда заряд разделился? Тут нет конденсатора. Он единственный заряд. Вот, напряжение на конденсаторе совершенно верно, Мария. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, напряжение на конденсаторе уменьшится. Почему? Вот здесь же ток пойдет, правильно? Ток пойдет, правильно? И поэтому у нас напряжение на конденсаторе чему будет равно? Оно будет равно напряжению на резисторе. Когда ток установится, напряжение на конденсаторе, вот смотрите, видите, то у нас было последовательное соединение конденсатора и параллельное конденсатора с резистором, да? Значит, у нас напряжение на резисторе, это I умножить на R, сила тока, которая, а силу тока мы находим из закона Ома для всей цепи, да, ЭДС делить на R плюс R. И у нас стало меньше, да? Вот напряжение было ЭДС равно до замыкания ключа К2, а после замыкания ключа стало меньше, потому что тут R делить на R плюс R, но меня больше, чем числитель, поэтому U уменьшилось. Следовательно, заряд конденсатора уменьшился. В установившемся режиме лампа гореть не будет, конечно. Значит, она вспыхнет и все. Значит, заряд конденсатора уменьшится на сколько? Дельта Q, да? Это то, какой заряд был, да, CE, а теперь стал CU, да? А U мы вот написали. Вот заряд конденсатора уменьшился на вот такую вот величину. Мы дальше можем. Следствие частичной разрядки конденсатора лампа вспыхнет, то есть мы можем. А теперь после этого, вот когда у нас, что мы теперь делаем? Теперь мы после того, это замкнут уже ключ у нас, это замкнут, это замкнут. И мы размыкаем теперь ключ один. Что произойдет, когда мы разомкнем ключ? Сопротивление лампы учтем. Вот сейчас, вот сейчас его надо будет учитывать. Вот сейчас его надо будет учитывать. Но, правда, оно в форму ни в какую все равно не войдет. Оно только, так сказать, проявится чисто-качественно. Вот мы замкнули К1, потом замкнули К2, подождали какое-то время, пока только установился. Ну, на самом деле, очень быстро это произойдет. А потом снова разомкнули К1. Что при этом произойдет? Конденсатор, который заряженный до У, теперь он заряжен до У, он начнет разряжаться через резистор и лампу. И что у нас при этом произойдет? У нас выделится количество теплоты К2, а вот это К1. Ну, вот теперь смотрите, вот мы у нас, давайте напишем все эти уравнения. И вот смотрите, можем теперь, какие задачи мы можем поставить, используя эти соотношения. Вот смотрите, вот давайте отнесемся к этому, не как задачи, а как ситуации. Вот мы исследовали ситуацию. Мы много качественных, да, здесь соображений, много открытий для себя небольших сделали. Вот, значит, и какие задачи можно поставить, используя эти соотношения? Посмотрите, можно брать в качестве искомых и неизвестных любые величины, которые входят в эти формулы. Вот вы посмотрите, какой простор вы можете предлагать ребятам, чтобы они... И вот это просто дальше примеры задач поразительных. Что поразительное, Иннокентий? Что тут? Это хорошо? То, что вы сказали, это вы, ну, как плюс или как минус рассматриваете? Значит, поразительно может быть хорошо, а может быть поразительно плохо. Значит, вот какие задачи? Вот дальше, смотрите, это вот из нашего учебника, где задачи включены, как я вот говорил уже прямо, в... Вот смотрите, видите, вот именно исследование ситуации. Вот у нас как бы есть задачи, включенные в текст параграфа, есть задачи после, так мы назвали их, дополнительные задания, вопросы и задания. Вот. Дополнительных, там часто этой АБВГД-ки нет, но внутри, как правило, она есть. То есть мы показываем пример исследования. Вот смотрите, вот мы описали, и дальше, если бы мы сразу, вот последний вопрос, мало кто мог бы, а вот здесь вот мы именно показываем, эти вот АБВГД-ки не надо сразу вываливать, вот сейчас вот наши учебники уже официально можно заказывать, вот, мы надеемся, что вы все по ним будете работать, и дальше у нас будет в режиме такой, ну, текущего обмена мнениями, не только от нас к вам, но и от вас к нам, потому что мы будем надеяться, что будут какие-то предложения, которые позволят там что-то улучшить, а кто-то может какие-то хомутки найдет. Вот, значит, вот смотрите, вот эти АБВГД-ки, это не для того, чтобы вы сразу их вываливали на голову учеников, это вам подсказка, какие, в какой последовательности разумно задавать вопросы по этой ситуации. То есть это, так сказать, пример, ну, такого более или менее культурного исследования, потому что законные исследования тоже ведь есть, правильно, они, вот в любом искусстве есть свои законы, будь это искусство рисования, там закон перспективы есть, сочетание цветов есть, светлого и темного, музыка тоже сплошное искусство, но там куча законов, просто куча, и даже музыку с математикой сравнивают, а есть даже ученые, которые колебались между выбором, идти или в музыканты, или в заниматься точными науками. Вот одним из таких людей был Макс Горн, тот самый, которому принадлежит вероятностная трактовка фантовой механики. Он профессионально играл на фортепиано, и у них были вот знаменитые концерты с Эйнштейном они устраивали, вот, но, так сказать, ну, Эйнштейн не очень, кстати, хорошо играл на скрипке, честно, ему даже предлагали как-то подарить скрипку Страдивари, но он сказал, что он как скрипач не заслуживает такой скрипки. Значит, вот, задачка, где вот приемлемый расследование, вот следующая, смотрите, значит, у нас написано похожие задачи, где, вот, смотрите, если до этого тут было последовательное соединение, причем мы его разобрали именно, а не просто вот вывалили на голову ребят, вот, да, а здесь параллельное, то же мы, вот, чего разоряется инициатор при замкнутом ключе, вот, нужно воспользоваться законом ОМОНа для полной цепи, да, вот, какие явления будут наблюдаться при замыкании, размыкании ключа, если резистор заменить лампочкой, то теперь мы можем вместо, вот, когда будем совершенствовать, дальше учебник, я надеюсь, что такое будет, вот, лампочку надо сюда вставить, и тогда не надо заменять резистор лампочкой, вот, вот, смотрите, вот это вот, казалось бы, страшное, это самое, вот, но здесь такая, ну, есть и последовательность соединенная, и параллельная, и мы задаем последовательность, последовательность этих самых всех, так, ну, и вот это тоже, вот, на первый взгляд, такая страшная ситуация, ну, на самом деле, не такая, ну, вот, здесь подается напряжение какое-то, и спрашивается, зарядкого конденсатора будет больше, и во сколько раз, да, ну, здесь тоже надо, просто, вот, опять же-таки, вот, не надо вопрос этот ставить заряд, вот, мы говорим, вот, описали ситуацию, и надо, какие вопросы можно поставить, какие вопросы можно поставить, да, вот именно метод, вот, спасибо, Наталья, вот, в том-то и дело, понимаете, что, обучение, вот, научиться решать задачи, практически невозможно, решая задачи, вот, казалось бы, это, вот, невозможно, потому что у человека неправильно мозги при этом ориентируются, вот, будет это ученик, или даже учитель, он внимание фокусирует на поставленном вопросе, и все, понимаете, и это, а он не видит прямого ответа на этот вопрос, и все, и крылышки опускаются, вот, у ученика, он не видит, черт его знает, понимаете, а вот, если нет вопроса, давайте, какие вопросы можно поставить, вот, значит, ну, и вот, тоже такая задача, на первый взгляд, страшная, да, вот, тоже, вот, есть ключик, и надо спросить, что будет, если мы замкнем ключик, спросите, какой заряд пройдет через ключик, не надо этот вопрос, закрыть его надо, вот, значит, ну, тут надо, наверное, нам потом, когда мы будем это в очередной раз переделывать, вопрос поставить в конец условия, конечно, лучше, чтобы описали все условия, потом вопрос задали, вот, и здесь нужно тоже проанализировать эту ситуацию, что происходит при замыкании ключа, до замыкания ключа, что было, да, в райте конденсатора, да, они соединены последовательно, вот, с вот этими двумя, соединены параллельно, они соединены последовательно, но этот участок цепи соединен параллельно с этим участком, где есть два резистора, значит, напряжение на этих конденсаторах, суммарное напряжение, да, равно суммарному напряжению на этих резисторах мы можем найти, да, что происходит, когда мы замыкаем, у нас появляются тогда, вот, эти параллельно соединенные, тут будем считать, что и вот эти два параллельно. Чуть-чуть удобнее перегруппировать. И тогда у нас напряжение на каждом конденсаторе будет равно напряжению на соответствующем резисторе. Тоже можно найти, как распределяться напряжение и какие станут. Можно тогда определить, какой завет против себя. Выглядит страшно, но если подходить к этому вот исследуя, они пытаются прямо найти ответ на поставленный вопрос. Ничего тут страшного нет. Так. Ну вот, вроде сегодня у нас немножечко больше получилось. Все ли понятно? Ну да, мы, но на самом деле заданием, Наталья, это вот заданием, когда мы предъявляем ситуацию, заданием является какие вопросы можно поставить. По сути, что можно как бы даже так сказать. Какие? Что? Можно так. Вот мы описываем ситуацию, как вот можно это унифицировать таким образом. Вы описываете ситуацию, следующий вопрос вы задаете, что тут происходит? Вот качественно. Качественно. Что тут происходит? Или что тут может происходить? Скажем, там что-то силотрение. Какая это будет силотрение? Это может быть силотрение покоя, может быть силотрение... Что тут происходит? Это первый вопрос. А потом, когда разобрали, что происходит или что может происходить, потому что тогда, может, разные варианты есть для одного варианта. Одни уравнения надо написать, если это, например, силы трения, скольжение. Если силы трения покоя, другие уравнения надо написать. Какие могут быть решения, допустимые в одном случае, в другом случае. Мы такое, кстати, было у нас это, мы разбирали. Так. Ну, вам спасибо. Да, это самое. Значит, ситуации, ну, они и не такие уж сложные, с другой стороны, Виктория. Вот согласитесь, что это так. Есть ли вопросы какие-то? Значит, следующий вебинар будет следующий четверг. Значит, и там по оптике две ситуации. Я исследую одну по волновой оптике и одну по геометрической. Даже две у нас получится. Так. Все. Вам тоже большое спасибо. Сегодня очень такой у нас веселый семинар был, вебинар. Много народу активно принимали участие. Вот. Значит, скажите авторов книг, выпускаемых в следующем четверг году. Что значит скажите? Не понял. Любой вопрос. Что значит скажите авторам книг? Ну, это вот наши вот, наша команда, четыре автора. Они это так. Ну, все. Значит, авторы учебников. Ну, вот, кроме меня. Это Булатова, Альбина Александровна Булатова, Анжелика Васильевна Кошкина, Игорь Николаевич Корнильев. Вот. Значит, вот они все сегодня с нами. Так. Ну, тогда всего самого доброго. Мы с вами расстаемся ненадолго на неделю. Вот. И, значит, на следующей неделе, наверное, буду проводить вебинар прямо из издательства. Вот. Из центра, откуда эти вебинары проводятся. Вот. Ну, всего-всего самого-самого доброго. И до новых встреч. Счастливо вам.